Важная вещь, которую прямо замечают духовные люди, кто-то замечает в друзьях рядом, кто-то замечает в атмосфере на собрании. Работа Бога. Человек не способен достичь Бога. Как бы здесь ни играли музыканты, как бы здесь ты не возвышал свой голос, ты полностью изолирована от Бога. Поэтому каждый раз, когда ощущаешь Бога, обозначает, что Бог протянул к тебе свою руку. Самое важное, что мы должны помочь, это не для нашего удовольствия, это не для того, чтобы ты чувствовал себя лучше. Это таинство. Любое собрание, любая вещь рядом с тобой может превратиться в таинство, потому что Бог, Он недостижим не человеком, не понятен его разумом. Ты не можешь сказать, что мы угодили Богу, потому что мы играли на гитаре, мы прочитали Библию, но само то, что ты здесь и играешь на гитаре, и поешь, и читаешь Библию, это уже невидимая для тебя работа Бога. Вот это и есть таинство. Бог превращает в таинство деяние человека. Иначе это просто дела людей, которые ни к чему не приводят, ни к какому плоду нету от этого. Это очень хорошо, что вы это замечали. В прошлый раз я говорил, тема называлась «Страх Исаака». Эта тема будет называться «Церковь Исаака». Хотя бы Исаак отрицательный персонаж в Библии, но я вам на протяжении полка где-то объясню. Вкратце история. Исаак, у него было два сына. Исаак и Иаков. И ветвь Божьего народа пошла через Иаак. Но удивительное то, что когда они рождались, первым родился Исаак. Он такой был вообще мощный, красный, волосатый. У него одно из имен было вообще всю жизнь красным. И по характеру был такой же. Он написан как охотник. Он был сын одного из самых богатых людей в своей местности. Внук, соответственно, как бы олигарха. И сам по себе он был такой перспективный молодой человек. Он был охотник. И он всю жизнь как бы охотился. То есть, понимаете, он был человеком, который, несмотря на то, что у него все было, он еще и легко брал своей рукой то, что ему хотелось. И в этом был весь Исаак. Потому что, в отличие от него, Иаков, было написано, что он был человек-шателл. Понимаешь, ты сейчас увидишь человека, который к маме жмется, знаешь, с квартиры не выходит. Но ты будешь думать, не доделанный какой-то. А наоборот, ты посмотришь Исаак, такой мужелан, все, лук-медь взял, там дичь добывает, отца кормит. Отец очень любил его кушанье. То есть, полностью по всем показателям, по-человеческим, Исаак был намного лучше Иаков. Его всегда, есть это место, мы его потом зачитаем в Римлянах, его всегда как бы люди воспринимают как некое такое исчадие ада, что сказано про него, что бог его возненавидел. Но внешне ты будешь смотреть это наоборот. Это очень деятельный тип людей, это очень предприимчивый тип людей. Это люди, которые вообще не сидят на месте. Он решил, он пошел, он сделал, он добыл, он достал. Отец его любил. Наоборот, Иаков. Ты посмотришь его характеристики, кажется, за что бог его возлюбил. Это первое имя запинающий в простонародье обманщик. Всю жизнь, если ты посмотришь, разводил брата. То есть, можно сказать, частенько мог на нем проехаться. От мамы не отходил, соответственно, все привилегии домашнего ребенка доставались ему. Если Исау нужно было пахать, чтобы папе угодить, то Иаков, он даже из квартиры не выходил, чтобы все на себя взять. Поэтому ты можешь подумать поглубже и подумать, что почему. И вот в проповеди мы это рассмотрим. Иаков, мать смотрела на них, и в этой семье было очень хорошо, что на тот момент, как минимум, мать была гораздо духовнее отца. Потому что Исаак, и Библия не акцентирует просто так внимание, говорится, что у него притупилось зрение. Он перестал различать. И это своего рода некий намек, иллюстрация, что у него зрение притупилось во всем. Почему? Потому что он не мог Исаак при всем своем наборе положительных характеристик унаследовать благословение. По одной простой причине. У его матери с отцом была очень интересная история взаимоотношений. К моменту, когда они решили стать мужем и женой, они ни разу не видели друг друга, и даже друг о друге не слышали. Возможно, просто знали, что кто-то где-то есть, и кто, возможно, нет. Библия даже об этом не говорит, поэтому даже, наверное, и не слышали. То есть, Аврааму Бог велел выйти из одной земли и пойти в землю обетованную. Авраам, отец веры, он пошел, не видя даже, куда его Бог ведет, он доверил свою жизнь. Исаак уже родился, как сын обетования, и отец Авраам, его отец понимал то, что не может на людях этой земли, его потомство жениться не может, они не могут смешаться, мы не можем смешиваться с миром. Он это прекрасно понимал и учил там. Поэтому он отправил слугу, тот пришел, Бог привел к близким родственникам, и он там встретил эту духовную девушку. Ее звали Реверка. Слуга загадал перед Богом, что как мне определить, вот он приходит из, можно сказать, из какой-нибудь на современный ват Монголии, из Качевья, и тут он видит стены, города, до неба дома. Это вообще был, я не знаю, если ты из этой деревни, сейчас в Нью-Йорке оказался, ты бы не так был шокирован, как люди того времени и тех местностей. И он думает, как я здесь найду, кого мне здесь искать, как. И он говорит перед Богом. Поэтому вот Максим сакцентировал, очень важно говорить перед Богом, не выкидывать слова в воздух, в которые ты сам даже не веришь. Получается, что уничтожаешь веру. Но говорить именно перед Богом, он говорит перед Богом, что ну ты ее приведи, вот я вот у кого сейчас попрошу напиться, пусть она мне верблюдов напоит. С логической точки зрения, с точки зрения человека это невозможно. Вы не представляете, какая разница. Верблюд после перехода, а у него 10 верблюд, первое ведро выпускает одним маканием морд. И вот такая сильная всасывающая сила, что в первое ведро, если вот он так макнул голову, он его достает сразу из пустого, он как пылесос. Это он только первый раз, это он губы помочил. Они отпаиваются после переходов, у них прям горбы висят, они худые, у них огромная способность накопить себе воду. Поэтому, это я не знаю как, это если я у тебя спрошу, как куда доехать, а ты мне машину подаришь туда поехать, вот какая разница, понимаете. И вдруг какая-то девчонка, которая пошла там воды домой набрать, она вдруг понимает, что это чужестранец, и надо послужить, она бросается, начинает наливать его 10 верблюдам воду. И по самым скромным подсчетам, ей полтонной воды надо было ведерком набрать. Вот, поэтому, конечно, когда он ей начал дарить золотое украшение, и родственники увидели, что это не бедные люди подъехали, и в гости уже приглашали, и все, но поняли, он им все объяснил, что это наш родственник, наверное, просто, ну, к незнакомому человеку просто не отпустили. И они поняли, что не просто так их родственник-то жив, он еще и богатый преуспел, только если он здесь такие подарки отправляется, слугой, да и вообще заслуга на 10 верблюдах ездит, то, наверное, хозяин вообще хорошо себя чувствует. Поэтому они ее были готовы отпустить, замуж, тоже хорошее дело, всегда, наверное, хотели хорошего мужа, в конце концов, это даже родственники. Но они говорят, мать их говорят, девушки, что давай дней 10 хотя бы отдохнем, порадуемся, попразднуем, проводим дочь. И это логично, и это даже не то, что логично, это от сердца, ну, ты знаешь, матери отпускать дочь. Пусть даже замуж, ну, вот, Абрам ушел 30 лет назад, вот только новости пришли. Ты сейчас дочь так отпустишь, что узнаешь, что когда-то грудь и взрослые. Поэтому слуга говорит, у него есть только одно, выполнить волю господина, потому что он понимает, что это божья воля. Ему бог так ответил, явно, что он понимает, что надо божью волю уже брать и исполнять. Мало ли что произойдет. И он говорит, ну, надо быстрее. И тогда говорят, как компромисс, давайте спросим дочь. Поэтому она была духовной. Она сказала, завтра утром поедем. Ну что, ей не хотелось с папой, с мамой, с братьями прощаться. Хотелось. Но она тоже поняла и воспринимала. Важно не только получить божью волю, важно выполнить божью волю. Очень много людей не получают божью волю в свою жизнь, не получают никакого видения по одной простой причине. Ты заранее не собираешься ее выполнять. Бог никогда не выкинет свою волю на попрание. Для жизни христианства у тебя есть уже его открытая воля. Надо ей только начинать жить. Если ты хочешь это делать для Бога, он тебе скажет. Но если это только игра, он не будет тратить на это время. Почему? Потому что, чтобы жить, тебе достаточно вот этого. Чтобы Бог тобой руководил, у тебя должно быть решение до того, как он тебе скажет. Поэтому эта девушка выросла духовной до того, как она попала в ситуацию. И поэтому она видела, мы возвращаемся опять, она видела, что ее старший сын, который все это прекрасно знал, женился на местных девушках. Причем на девушках, на двух сразу. Не то, что на одной, на двух. И было ясно, что Божья воля для его жизни ничего не значит. Почему? Он уже Богу шанс даже не оставил. Он все по-прежнему продолжал делать сам. Он как привык двигаться, все, что хочет взять своей рукой, так и двигался. И вот это своеволие, оно его вывело, вывело из Божьего плана. Так все было, как бы, к его услугам. Он был старший, он был любим отцом. Матери пришлось придумать что-то на грани обмана. Я говорю, на грани обмана, это был не обман. В тот момент уже отец был не способен принимать правильное решение. Ей нужно было довести все до правильного решения. Сам потом дальнейший плод и ход и новый завет своим словом он подтвердил, что была права она. Она сказала сыну, иди, и обманывай отца. Она ему объяснила, как это сделать, потому что они даже отличались. Это был гладкий, как дельфин. А тот был волосатый, раскачанный мужик. Она зарезала козлят, приготовила кушанье, чтобы он покушал и был доволен, как обычно. Тоже в этом есть некая аллегория, что он был доволен, когда кушал. Вот то, что ты кормишь, то в тебе и растет. Ты начнешь читать Библию не потому что это религия, а потому что ты жаждешь. У тебя пойдут откровения. Ты будешь себя заставлять делать это, потому что тебе так велели. У тебя будет только уныние, ты устаешь от этого. Поэтому одни и те же действия, воспринимаемые неправильно, они нас либо поднимают, либо отталкивают. Вот. Поэтому пришлось ему так сделать. Сам был оскорблен, он был готов просто брата убивать. Он давал бы у папу хоронить, а тоже похоронил. Настану не плачет по отцу. Библия такая, более политично говорит, Настану не плачет по отцу нашему. Тебе конец тоже будет. Поэтому давайте откроем римлянам 10-13. 9-10-13. 9 глава 10-13 стих. И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей, от Исаака, отца нашему. Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет пропощений уменьшено. Как и написано, Якова я возлюбил, а Исаака не обновидел. Не от дел, но от призывающего. Мы должны быть особенно внимательны к услышанию, даже самописанючим. И уже есть продолжение. Чтобы не ожесточиться, чтобы не отпасть. Сам факт, что ты что-то слышишь, что-то видишь, что-то понимаешь, это огромная милость Божья, потому что Его призыв делает тебя тем, кто ты в Его плане. Не твои способности, таланты, усилия и вся их совокупность. Его призыв делает тебя тем, кто ты в Его плане. Поэтому грех Исаака в том, что Он всегда двигался своей волей. И пойми, что если ты будешь делать вещи, которые ты будешь считать хорошими, и они действительно хорошими, но при этом ты будешь игнорировать Божью олью в своей жизни, и эта жизнь Богу не угодна. Поэтому во многом видимое христианство, оно часто такое бессильное. Почему? Потому что люди создали образ, стереотип того, что угодно Богу, и сам факт этого бессилия показывает, что это не угодно Богу. Богу угодно, чтобы ты делал то, что Он тебе говорит. Сама суть слова Господа Иисуса Христа, она в этом, что у тебя есть небесный Господин. И чем больше ты хочешь выполнять Его волю, тем больше, как это говорят, сейчас ты онлайн на связи с Богом. Вот это всегда отличало пророка. Потому что все думают, он был пророк, потому что его Бог таким сделал. Но Бог-то тебя тоже может сделать. Это в его власть. Он сделал все то, что видишь, и еще то, что ты не видишь. Неужели он с тобой не справится? Проблема, что ты боишься. Религия нужна людям, чтобы манипулировать Богом. Что я же вот тебе делаю, я же тебе поклоняюсь, я же как бы вот отцу угождаю, я и хожу, и работаю, и жрачку приношу, и готовлю, и все, и вроде бы вновь все довольны, понимаешь? Нет. Если ты Божьей воли выполнять не собираешься, то вот эта вот жизнь даже хорошего человека, она Богу не угодна. Поэтому со всеми своими характеристиками Исау был Богу не угоден. У них была прожита совершенно разная жизнь. Вот это событие, вот эта вот борьба за обетование, когда Иаков, пусть даже он сам в тот момент думал, что он обманывает, и это и выглядело обманом. Он Исау говорит, что он пришел голодный, вот получилось, вот как вот всегда. Всегда у него все ловилось, все он мог добыть. Вот один день, и тут брат его младший подсидел, говорит, вот есть еда, но отказываясь от своего первородства. Не то, что он ее физически, фактически поменял. Божье обетование не так легко поменять. Но сам факт, что он это сделал, показывал, что в глубине души давным-давно ему было все равно на это обетование. Вообще для него это было неважно. И его мать это сама видела. Проблема, то, что отец не видел. Но мать прекрасно это видела, что ему все равно на Божье обетование. Вот вся его жизнь она показывала, он просто творил то, что хотел. И не факт, что он считал это зло, он, наверное, в своих глазах он был прав. И многие люди, когда что-то делают правильно, они делают действительно правильные вещи и считают, что они делают правильно. Проблема не в этом. Проблема в том, что, чтобы угодить Богу, нужно выполнять Божью волю, а не свою волю. И все. И поэтому Иакову пришлось уйти из своего родства, все пришлось покинуть, и у него началась школа жизни. И ему пришлось уйти в другую страну, и ближайшие его родственники жили за несколько месяцев идти пешком в пустыню. Поэтому ему пришлось уйти вообще в другую местность, найти свою родню и работать. Там всегда, я повторю, что на что ты будешь опираться вне Бога, то тебя и постигнут. Был он обманщика, напоролся он на то, что его обманывают. Бог поступает с человеком по лукавству. Ты сам найдешь. Наверное, думаешь, что это какое-то проклятие Бога, и неправильно воспринимаем Бога. Нет. Вы поймите, что для нас проклятие именно в том, что он позволит нам жить своей волей. Я вообще сейчас не говорю, что ты сопьешься, сколишься, еще что-то. Нет. Недавно психологи всех стран суммировали свой ум. То есть, был огромный опрос людей старшего назовенных поколения от 70-90 лет. Вы знаете, самое большое разочарование в жизни людей по всему миру, что люди работали на нелюбимой работе. Когда в конце жизни человек подводит итоги, он вообще не смотрит, какой у него марки был айфон, на какой машине он ездил, как к нему обращались господин директор или как-то по-другому. Нет. Он понимает, что прожил жизнь зря. Поэтому самое, что может сделать худшее по отношению к человеку, Бог оставит тебя внутри твоих желаний. Я сейчас вообще не в страшилки играю, я не говорю о том, что ты сколешься, собьешься, твоя жизнь разрушится. Нет, ты проживешь пустую, не наполненную Богом жизнь. Я сейчас говорю для тех, кому извещено слово Божье. Люди на улице это даже лишены возможности это понять. Когда к тебе обращается слово Бога, оно говорит именно об этом, что ты будешь жизнь, жизнь с избытком. Но эта жизнь находится в Боге. Если ты Бога слушаться не собираешься, ты не будешь к этому обетованию никаким Богом. Хотя бы ты, возможно, найдешь деньги, власть, еще что-то. Многие это внутрихристианство умудряются искать, когда как Исаф с красной рожей лезут на передовые позиции. Вот я это сейчас все сделаю и делаю даже, потом разочаровываюсь. Почему? Потому что ты должен Божью волю исполнять. А для того, чтобы Бог что-то в тебе сделал, вот ему и нужен этот плацдам, это твое согласие. Чтобы Он в тебе сделал. Не ты для Него сделал, Он в тебе сделал. Потом через тебя Он может сделать очень много. Потому что мы перенесемся, но не будем жизнь уже Иакова рассматривать. Так это... Ну, спустя 20 лет с женами и детьми тогда было многоженство, плюс уже с него начался израильский народ, просто им было необходимо, чтобы дети были от разных матерей. Вот. И он вернулся. Вот теперь наступил черед Иакова взглянуть, так сказать, правде в глаза. Он возвращался в свою, так сказать, родину, свою родину, свою семью. Ему предстояло встретиться с братом. Они 20 лет не виделись. У него, кстати, тоже получилось сказать перед Богом. тоже очень важно не забывать, что ты говорил про него. Он, когда уходил, он взял камень, полил его маслом, принес своеобразную жертву. И он сказал Богу, что я тебе обещаю от всего то, что ты мне дашь давать тебе. Вот он возвращается назад. У него огромные стада, больше десяти детей. И вот в этот момент надо не забыть, что когда-то ты обещал Богу. Почему? Потому что тоже я вижу, что когда ты сидишь в репцентре, поскольку в данный момент мы в репцентре, или когда ты в мире или же во Христе духовно, ты ничего не имеешь, обещания даются гораздо легче, чем они пока выполняются, когда у тебя есть плод, финансы, дары от Бога. Вот в этот момент надо не забыть, что ты разговаривал когда-то с Богом, и Он свою часть сделал. Потому что, например, тебе даются дары. Они не даются для того, чтобы ты выше в своих глазах был, чем на самом деле. Они даются, чтобы ты служил церковью. У тебя есть какой-то плод, и Он тоже самое, Он для этого, Он не для того, чтобы только ты от Него питался. и так относится ко всем сферам жизни человека. Яков полгалов был. Ему предстояло встретиться со своим братом, и он перевел всех своих детей, жен, стада, и осталось, так сказать, сам по себе поразмышлять. Это даже теологи сделали именем Налицателем и Амог. Так называлась речка, через которую они переправлялись. Давайте откроем бытие принципами главу. Здесь 24 стиха. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не отдалевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, сказал Иаков, и сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, людей и одолевать будешь. Вот это очень важно в жизни христианина. Жизнь находиться в присутствии Бога. Не изредка уделять ему свое время, а понимая, кто он есть, обращаться к нему и жить перед ним. За 20 лет своих мотарств, потому что когда он разговаривал со своим тесте, он стал под действием, раз в 10 переменил награду и всего того, что у тебя идет или не идет, потому что у него ушло от того, его все-таки разнода приобрел, детей приобрел. Внутри того, что у тебя идет или не идет, ты не должен забывать, что есть Бог. Мы склонны в какой-то момент остановиться. Мы как будто начинали с Богом, у нас все шло, и потом в какой-то момент мы как будто начинаем оседать. Но Бог хотел произвести через него свой народ. И он не знал об этом. В тот момент у него просто было уже 12 детей. И начало вот это обетование еще Аврааму исполняться, что у тебя будет детей как звезд на небе, как песка на берегу морском. И вот уже вроде начинаем. Вроде у Авраама были дети, но обетование пошло одному Исааку. Исааку было два ребенка, обетование досталось Иаковой. И вот от Иакова должен был пойти род. Проблема, что физическое воплощение обетования Бога мы не знаем. Мы не знаем в каком моменте, в какой части картинки Божьего плана мы в данный момент находимся. Поэтому так важно не остановиться. Поэтому он был готов бороться за благословение. Ты внутри своих вот этих проблем как бы тревок, забот, разочарования и побед в этой всей смеси, не забывая об этом, что у Бога есть план через тебя пойти дальше. В конце концов даже дети твои есть, люди, которых тебе Бог доверил. Все это есть. Ты находишься в этом временном отрезке. Бог вечный. Его план протяженный. И поэтому он переменил ему имя. То есть даже не суть сами наши усилия. Наши усилия сведены только к одному не пропустить очередное появление Бога в твоей жизни. Не пропустить очередное слово, очередное прикосновение. Почему? Потому что это может изменить нас навсегда. Это и должно изменить нас навсегда, чтобы Божий план пошел дальше. Поэтому он ему сменил здесь имя. Все и заманщик он стал отцом вот этого будущего огромного племени. Бог переменил его имя. То есть Бог работает с тобой, чтобы потом работать со своим творением через тебя. Ты так получаешь Божью власть, Божью силу для вхождения, для существования его плана, его адеквата. и он перешел и вот он встречается со своим братом. следующая глава посвящена этой встрече. Мы не будем читать, кто захочет третий главу потом посмотреть. И Сав как будто другой человек. Как будто зря даже от него убегал. Он рад, что встретил брата. То есть он не такое исчадие зла, как его многие ... Мы иногда пытаемся Бога реабилитируясь. Вот он ненавидел и Сав и, наверное, какая-то была видевая причина. Да нет. Неплохой парень. 20 лет не видел брата, аж расплакался, когда увидел. Где вот этот супермен с копьем в руках со стрелами? Не расплакался брата, что не видел. Пытался от даров отказаться. Ты представляешь, какой-то был богатый. Ты представляешь, что тебе будут давать и ты будешь отказываться, потому что представьте, тебе должно быть больше. Конечно, он удивился. Вместо предполагаемого дележа Иаков вдруг явился со своими богатствами и, в принципе, ни в чем не нуждался. И Иса все-таки 20 лет он был, от Иакова 20 лет не было. Поймите, что в Библии написано, что сонаследники, причем у них папа так и не умер. Я не знаю, что было в жизни, он 20 лет умирал, прежде чем умер по-настоящему. Надо такое уныние, понимаешь, что у тебя как будто наступает такой момент в жизни, что ты допустил руки, потом живешь, не можешь выбраться, из этого не стоит. Надо как Иаков бороться за обетование, недостаточно быть просто хорошим человеком. Напомните, со многих точек зрения Иаков в десятилетии был хуже Исау, со многих точек зрения. Но его отличало то, что для него был Бог. Вот почему он стал носителем обетовании, у него был Бог. А Исаак просто жил как он хотел. Причем, наверное, что у него тоже был Бог. Я не думаю, что он жил с Авраамом, с Исааком, с такими духовными людьми, он о Боге никогда не слышал. Да не здесь проявляется Бог, Бог отсюда проявляется, когда у тебя есть что-то внутри тебя, что ведет тебя за Богом. Один из пророков сказал, узами любви ты влёг нас. Вот это вот, так сказать, тайна Бога. Мы не способны сами за ними идти, но мы чувствуем его любовь. Мы знаем о его любви, нам писание сказало, что Бог умер за нас. И мы потом это начинаем чувствовать, если мы не ожесточаем свое сердце. В том моменте жизни, не знаю, что было, с Ассоаком, он умирал несколько десятилетий, там всё, его трагедия. Даже Авраам конец жизни прожил вообще прекрасно. когда у него родился сын, он понял, что у него ещё не всё потеряно. Он взял другую жену, у него ещё с десяток сыновей родился. А Ассоак, даже зная это, конец жизни провёл в таком умении. Но не суть. Ассоак внешне не выглядел плохим человеком. Он был, у него были слуги, у него были стада его деда и отца, отец был недееспособный. Кто-то должен был об этом заботиться. Как вы думаете, кто об этом заботился, если и Якова не был, и Сав? Он не был плохим человеком. Даже я допускаю, что по воскресеньям тогда это была суббота, что он и в церковь ходил, и всё, может быть, даже десяти минута. В принципе, если тебя Бог так благословляет, что мне дать, то ещё даст больше. Вот. Вот это отличие. Вот это отличие. Поэтому этот эффект, он наблюдается в церкви по сей день. Добрые, хорошие люди, которые хлопают на собрании, поют песни, десятину дают. Богу и даже что-то для него регулярно делает. Проблема в том, что Бог не Господь и к жизни. И в оправдании всегда говорится одно и то же. Ну, мне Бог лично ничего не говорит. Надо задуматься, почему же Бог тебе лично ничего не говорил. А может быть, ты не принял ещё решение быть подчинённым Ему во всём? Вот смотри всех этих людей, что я отвечал. Аврааму Бог сказал, иди. И он пошёл, он не морочил голову, что Крым это недавно присоединённая территория, которую могут в любой момент отнять. Нет. У этих людей было иди, и они шли. Аврааму не морочила голову, что я один класс заканчиваю, только школу закончил, мне тут институт, цивилизации пожить, ещё что-то. Всё. Она услышала историю, где явно вот, вот, он не может. И пошла, и Иоанн боролся за Божье благословение. Вот внутри вот этих всей борьбы, причём, некогда останавливаться, если вы почитаете, у них у каждого полном отрицательных моментов жизни ты не выдуманный святой с картинки. Мы реальные люди, и они реальные люди. И у них отрицательных характеристик было не меньше, чем у тебя и у меня сейчас. Библия на этом не акцентируется, просто потому, что не суть. Суть, что Бог должен творить. Поэтому вот это перемена имени. И в тебе должна произойти перемена имени. Тебя, наверное, паспорт не поменяют, но ты станешь другим человеком настолько, что это будет заметно. Я ещё, когда был несколько лет во Христе, я встретил одного из своих друзей. Причём самого лучшего по улице друга. Всё, что мы с ним начали, мы начали вместе. Всё, что я в своей жизни начал, мы начали с ним вдвоём. Когда он меня увидел, мы с ним всего пять минут разговаривали. У него аж лицо изменилось. Он почти заплакал, он говорил. Всё, что он мне предложил, мне уже не нравилось. С ним был другой человек. И он мне сказал, ты другой. У меня даже какое-то неверие начало срабатывать. Я сказал, почему? Как так? Он говорит, да нет, ты другой, как будто, вот это я реальное свидетельство привожу, как будто, тебя как одежду кто-то другой одел. ты можешь полностью измениться. И это не для нас. Бог это делает не только, чтобы ты изменился, Бог это делает, чтобы работая с тобой, через тебя он мог осуществлять план. Тогда ценность изменений становится больше. Ты начинаешь по-другому, в других масштабах свою жизнь. Понимаешь, потому что, когда тебя там справляют, за что-то, ты можешь сказать, а это мне не мешает, это не твоя только проблема. И саму вообще в его жизни ничего не мешало. Он даже то, что охотился, приятное было хобби, оно его папе нравилось. Ему мешало то, что всегда было по его воле. И это все просто выстреливало регулярно, и сделало его неспособным для Божьего плана. Когда ты это поймешь, ты будешь меняться, что не только все вокруг тебя пляшет. Ты еще должен жить, жить дальше, от тебя должны произойти дети, ты им должен передать Божью веру. Для этого ее иметь надо. Ты можешь стать кем-то, Бог тебя хочет где-то использовать, Он хочет тебе дать совершенно иную судьбу, чем ты сам ее построишь, и с тобой руль будет оставаться в твоих руках. Вот для чего тебе нужно меняться. Тебе не нужно меняться для того, чтобы твой лидер о тебе лучше думал, и твой пастор на тебя внимание обратил. Это вторично. Если ты будешь меняться под Божьим водительством, обратят все. Неужели и Саулу пророк? Если Божье водительство до тебя дотронется, все обратят внимание. Поэтому они пообщались и разошлись. Даже, даже Исаф хотел Иакову дать людей в помощники. Он смотрит на его стадо, смотрит, что у него как бы старшие дети школу, грубо говоря, заканчивают. Могут они что-то сделать, но это не взрослый мужик и работяга. Он даже людей пытался давать своих. Что давай он с тобой, мои люди. И Аков уже понимал, и этим людям под воспитанием, воздействием на самое невестное Божье плане. Кто откажется от бесплатной помощи? Если за тебя работать, кто-то собирается и за это ничего не просит, кто откажется? С тех прибыль приносит. Но он уже понимал, все, у них нет ничего общего. Да, поплакать под впечатлением момента, давно не виделись это одно. Но есть Божий план. И в Божий план физически не могут войти люди, которые Богу подчиняться не собираются, у нас там даже и не ждет, и не терпит. Поэтому иногда человек вылетает с треском, смотрим, что-то делал, даже в церкви был кем-то, пум, но все может, Божий Дух он все видит. Поэтому Иаков, которого звали обманщиком, он был угоден Богу, потому что у него собирался слушаться. Он еще сам об этом не знал Бог, просто с ним работал через обстоятельства. И он его сделал Израилем. И даже сейчас мы до сих пор весь мир об этом знаем. не знают историю происхождения, но знают. Народ называется Израиль. Вот этот народ был сформирован под тем, что несколько людей решили слушаться Бога. Поэтому именуя одного христианин, он может всех твоих потомков уже включить, ты не знаешь об этом. Это зависит только от того, что будешь ты Богу послушан или нет. А то, что ты ходишь в церковь и в ладошь и хлопаешь, я допускаю, что в той или иной мере Исаак наверное тоже и знал о Боге, но он жил с Авраамом, Исааком. Неужели он не знал о Боге? Поэтому не это делает человек христианином и не это продолжает Божий план жизни. То есть выглядеть и даже быть на данный момент ты кем-то можешь, но продолжится ли это через тебя и после тебя? поэтому вернемся в Новый Завет Матфея 25 глава это простое практическое пояснение словами Иисуса. Какой Матфея? 25 глава из 36 стиха ну и 34 и поставит овец по правую свою сторону и козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону и упредите благословение отца моего на следуйте царству и готованный вам от создания мира. Ибо алкало я и вы дали мне есть жажду, и вы напоили меня был сад, и вы приняли меня был нак, и вы одели меня был болен, и вы посетили меня в темнице было, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ Господи, когда мы видели тебя алчущего накормили или жаждущего напоили. Вот. В 40-м и царь скажет им в ответ истинно говорю, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. А другим он сказал, в 44-м стихе, тогда и они скажут ему в ответ Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником или нагим или больным или в темнице и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечные, а праведники в жизнь вечную. Ну, понимаете, праведниками не названы люди, которые не совершили ни одного греха в своей христианской жизни, которых людей просто нет в природе, поскольку ты родился свыше, а плод твоя не родилась. Вот ей сколько было на момент уверования? 20 лет, 30, 40 лет, она ничего не забыла и вкус ни к чему не потеряла. Она просто ослаблена, поскольку ты ее не кормишь, если не кормишь. Есть такая известная притча о собачьих бегах, где собачник всегда знал, кто из его собак победит. И как бы за ним ни следили, нельзя было определить, как он это делает. И перед смертью его спросили, а как ты знал, кто когда победит? Он говорит, да я просто перед этим лучше кормил, чем остальные. здесь описывается, что для одних их христианская жизнь была настолько естественна, они не заслуживали и не заслужили благорасположения Бога тем, что они что-то делали. Наоборот, Бог в их жизни был силен, Он был Господь, Он был Богом действительно в их жизни, и это стало основой их жизни. Бог был их сущность. Понимаете, что Иисус хочет накормить голодных и хочет обнять и утешить тех, кто страдает и хочет еще помочь, еще, еще ему нужны руки и ноги на этой земле. Те, кто пойдут и сделают. Потому что вот мы с Лешей разговаривали, у него было похожее откровение и у меня тоже. У меня был один раз одна из самых необычных работ в моей жизни. Мы сидели на остановках около Меги, около Икеи и мы считали людей, кто куда входит, кто откуда выходит. Для статистики, что персонал знал, как люди двигаются в их магазинах. И в Икеи на входе есть детская комната, чтобы оставить детей. Вы понимаете, что приходит папа с мамой, это я уже стал ощущать, я просто тоже Катя не любит покупки. А так вот приходит папа с мамой, и мама на 15 видов стаканчиков может обсуждать 15 минут, а папа, понимаешь, у него уже лицо изменилось. Но если еще при этом дети будут, то с ума сойти, может, дети оставляют в игровых комнатах. И они за стеклом. И больше всего мне запомнилось, какое умиленное лицо, умиленные такие лица, потому что там была такая игровая, прекрасная комната в квартире, но я думаю, надо быть очень богатым человеком, чтобы это сделать. Там была кухня полностью, со всей обстановкой такая маленькая, под детский размер. И вот там дети, они открывали шкафчик, они брали кастрюлю, они брали посуду, это все пластиковое, чтобы не билось, они все раскладывали. И какая-нибудь Машенька набрала кастрюльку, и она вот пластиковым половничком из пластиковой кастрюльки наливала невидимый супчик, и дети ели этот невидимый супчик ложками пластиковыми из пластиковых тарелочек, и благодарили ее, и еще наливали чай, и говорили, что вы любите бездности. Но это все была игра. И Бог не может привезти в церковь нуждающихся, если там игра. И поэтому Бог не говорит, ну, наверное, есть причина, почему Он не говорит. И мы стараемся и делаем, а Бог не приводит. Надо посмотреть, что ты стараешься делать. Потому что другим людям, которым Бог сказал, отойдите, Иисус об этом говорил несколько раз, Иисус о важных вещах говорил предельно, прямо и просто. И Он так же иллюстрировал, Он говорил, что многие скажут, Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, проповедовали, и Ты на наших улицах учил. А Он им скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Поэтому люди, которые не воспринимают Бога Господину в своей жизни, они Бога не знают, почему Бог с ними не общается, и они не Его. и можно, с точки зрения родителей, когда ты чему-то учишь, можно какое-то время смотреть и радоваться, когда детишки играются. И если я подойду к ребенку, и ребенок это играет, может быть, я даже подумаю, есть какой-то практический смысл, наверное, как бы просто поймет, как это все делать, как он готовится, даже чему-то это, может быть, его научат, и это полезно. А если я там вдруг однажды за стеклом увижу взрослых, которые в это играют, то, наверное, придется решетки поставить, чтобы они оттуда не вылезли. Поэтому иногда мы создаем что-то изолированное и думаем, что это церковь. Церковь должна выйти, потому что эти все люди должны были пойти, чтобы накормить голодных, посетить людей в больницах, в тюрьмах, вывести измученных на свободу. И эти люди не всегда могут прийти в церковь и услышать Евангелие там. Кто-то должен пойти к ним. И каждый конкретный случай эти люди не помнили. Это был стиль их жизни, образ их жизни, это была суть их жизни. И они поняли суть жизни Иисуса, который пришел с неба, чтобы послужить нам. И они были Господними, то есть христианами. Поэтому не все, кто называют Господа Господом, даже спасутся. Хотя ты здесь будешь в грудь себя бить, что ты Иисус мой Бог, мой Спаситель. Сам Иисус сказал, не все называющие меня Господом, Господство должно вылиться в твоей жизни. И люди вокруг тебя это будут видеть. Потому что христианами, христиан назвали язычники. Они увидели, что люди, объединенные верой в Бога, которого зовут Иисус Христос, живут совершенно другой жизнью. Они их как группу выделили и дали им название. Христиане. Сами христиане называли себя последователи пути. Если кто-то в деяниях прочитает, как Акилос при Скилле встретили Аполлоса, написано, что он не точно знал путь Господний, а они точнее ему объяснили путь Господний. Сами христиане называли свою жизнь путь Господний. И чтобы тебе идти по этому пути, тебе действительно нужен Господь. Онлайн-связь. Понятно, что чтобы тебя научить, чтобы тобой руководить, да, тебе нужны пастора, учителя, но из этого детства надо когда-то выйти. Иначе мы просто со временем действия станут все отточеннее, они станут все более такими пафосными, они, в них уже вложат некий смысл. Суть в том, что это никого не корнет. А Иисусу нужны люди, которые в буквальном смысле явят миру Его Господства тем, что Он Сам сказал. Спасибо, что слушали. Об этом удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»